Растительные остатки это один из таких главных элементов этой системы. Мы с ними не боремся. Растительные остатки наши друзья. И я их хочу иметь всегда как много больше. Зачем они мне нужны? Вот до этого мы много говорили о том, что очень важны не столько как сами препараты или удобрения, сколько важны условия, в которых будут работать эти удобрения или эти препараты. Так вот эти пожневные остатки именно мы используем для того, чтобы создать благоприятные условия. Мы их не заделываем, обработку почвы не производим, а оставляем их на поверхности почвы. Вот этот слой из растительных остатков позволяет нам создать благоприятные условия. Позволяет влагу как можно дольше сохранить в почве. Позволяет снизить температуру почвы, защитить ее от солнечных лучей. Ну и от многих других процессов, которые неблагоприятно воздействуют на почву. Как-то капли дождевые, они тоже, ну, та же капля дождевая, это та же обработка почвы. Падая с большой высоты, она хоть и маленькая, но обладает колоссальной энергией. И разбивает также точно экономически ценную структуру почвы, так же, как и обработка почвы. Вот, ну, вопрос, мы обсуждали два вопроса, да, это питание и фитосанитарное состояние. Что касается болезней, ну, мы их воспринимаем так, как они нам вредят, да, и мы их воспринимаем как вредные. Но на самом-то деле в природе-то нет такого понятия, как вредный или полезный, там, организм какой-то. А возникновение каких-то болезней в большом количестве, которое приводит к какому-то экономическому эффекту, да, снижает нашу урожайность, происходит из-за того, что природа, она восстает против того, что ей навязывают монокультуру. То есть на наших полях недостаточно разнообразия, от этого и происходят проблемы с болезнями. Ну, соответственно, если мы хотим сеять пшеницу по пшенице или только пшеницу подсолнечник, это никогда не приведет нас к тому, что мы избавимся, да, от вредного действия вот этих патогенов. Они всегда будут нам мешать выращивать культуры и всегда мы будем вынуждены покупать какие-то средства для того, чтобы с ними бороться, с этими патогенами. Это вариант, многие этим пользуются и, так сказать, успешно даже работают, но при этом, да, надо купить канистру, которая тебя выручит, так скажем. Как из-за чего? Любого. Пестицида. Да, или там биологического какого-то вещества, ну, в чем я не уверен по поводу биологии, а вот по поводу химии, да, это работает, но на сколько нам хватит вот этой химии, да? То есть, да, когда это все начиналось, все это хорошо работало. Сейчас те препараты, которыми мы начинали когда-то работать, уже они, они же не работают сейчас, уже есть, да, увеличиваются дозы. Мало того, новые действующие вещества появляются более сильные. Вырабатывается резистентность. Да, и нет никаких сомнений, что эта резистентность вырабатывается и к новым действующим веществам, в конце концов, потому что так до сих пор это происходило так. Нет оснований думать, что что-то по-другому произойдет. Поэтому призываю, и сам действую, и призываю действовать не вопреки природе, а в содружестве с природой. Разнообразить надо наши севообороты, разнообразить количество культур, которых мы выращиваем, и тогда болезни не будут экономического эффекта такого негативного оказывать. Смотрите, вот вы убираете, условно, там, пшеницу, если бы, да, у вас прошел комбайн, он у вас с измельчителем или нет, как у вас этот процесс выставит? То есть он прошел и все, или что-то еще делаете? Ничего мы не делаем, он прошел, установили... У вас комбайн какой-то? Да это не важно. Мы... С полового раза вошли? Да, ну вот это принципиально важно, чтобы равномерно распределить пожневные остатки. Если мы неравномерно распределяем, мы создаем разные условия потом для сева. То есть невозможно будет селку отрегулировать так, чтобы она села там, где лежит волок, и там, где этого волка нет. Поэтому нужно равномерно распределить... Какаясь, по-моему, ваш, прошло? Раз. Соломо-измельчитель, который называется? Он сейчас с соломо-измельчитель стоит, но идеальный вариант для меня было бы применять очесывающую сжатку. То есть солому оставить там, где она выросла, оставить ее в таком положении, как она выросла. Полову мы собрали, ну колосок оторвали, полову разбросали, где-то она там между этой соломой упала. Это идеальный вариант. Да, высота максимально возможная. Мы сейчас убираем, делаем максимально возможный высокий срез. У вас есть очесывающая сжатка? К сожалению, нет пока. Мы сжатка. И где-то производят? Производят пензмаш, озон. Под любые комбайны? Под любые комбайны они, да. Готовы адаптировать. Ну и самые первые, самые технически совершенные, это шеллбарны. Английские. Великолепные, жаткие. Вот. Так, то есть комбайн прошел, полову разбросали, все. Полову разбросали, солому мы же срезали что-то, да. То, что зашло в комбайн, мы тоже разбросали, да. На комбайне штатный измельчитель соломы стоит. А сколько, на какого вы ее измельчаете? Сейчас же, штатный измельчитель соломы. А вот на какую он величину измельчает? Да сейчас вот мы убирали, она пересушена от массы. Во-первых, от массы. Во-вторых, она если вот пересушена, она там в такую труху перебивается, эта солома разлетается. А когда влажно, ну, она рубит на более крупные куски. Вообще-то, как бы идеальный вариант тоже был бы убрать бы этот разбрасыватель и просто разбросать ту солому, которая не измельченная. То, что с соломатряса уходит с комбайна, его распределить равномерно, не измельчая по полю. А технически как это сделать? Ну, ставят ремни, просто которые там разбрасывают. Вместо ножей? Да, но они, ножи стоят же, как бы они... Ну, поперёк. Поперёк, да. А эти, они стоят под 90 градусов, к падающей мать. Почему это делать? Чем крупнее солома, тем легче потом и сел производить. Это первый момент. Второй момент, она дольше будет не разлагаться, дольше будет укрывать почву, защищать её. То есть, по большому счёту, Вам разложение соломы не так важно, как... Совершенно верно. Да, да. Ну, почему вот с фитосанитарного состояния начал и пояснил, почему нам не важно, там остаётся на растительных остатках, патоген не остаётся. Потому что у нас севооборот разнообразный, нам не важно, тот патоген, который на соломе остался, он не доживёт до следующей пшеницы, он не доживает. То есть, мы делаем достаточный разрыв, у нас достаточно разнообразные севообороты. Нам это абсолютно, как бы нас это не... ну, не волнует, так скажем. Ну, а всё-таки, если говорить о более жёстком севообороте, скажем, экономически адаптированном, в этой ситуации что делать? Я не знаю. Пусть те думают, у кого интенсивный севооборот, или как его назвать, но это не севооборот. Когда мы сеем пшеницу по пшенице, и когда мы чередуем подсолнечник и пшеницу, это же нельзя назвать... То есть у вас есть северки прямого посева, да? Ну, естественно, если мы сеем необработанную почву, да... Урожайность при прямом посеве и при классической технологии, при поверхностной обработке почвы, вот рядом с вами, там же есть другие хозяйства... Всё-таки урожайность на каком уровне находится? Ниже, выше... Она на таком же уровне и находится, да. При условии, что у вас затрат на посев меньше, чем при классической технологии... Там на обработку почвы ещё затраты идут, у вас нет этого... То есть в итоге получается экономическая составляющая... Невозможно, это надо будет в одном хозяйстве одно поле поделить напополам и применять. Тут классическую технологию здесь... Какие это показатели есть? Просто я знаю, что вот в Песчаноковском районе, допустим, там очень много... Ну, утильчиков, как бы, да, в народе называют? Ну да. И при определенных создавшихся условиях, каким был девятнадцатый год, как раз часть посевов озимой пшеницы, которая была произведена прямым посевом, попав в жёсткие условия, то есть пострадала по сравнению с классическим посевом. А от чего? От заболеваний. То есть инфекционный фонд в почве под растительными остатками создался такой, что, говоря русским языком, там была мама не горюла. Да, полыхнула там. Для этого, я же говорю, создались условия. Там был пестицидный шок, помните, да? Практически минус, минусовые температуры, пестицидный шок, перед дозировкой минеральных удобрений, как раз на фоне того, что всё это под измельчённым слоем было, через лесополосу была озимая пшеница, буквально через десять метров была озимая пшеница, которая посеянная под дископт, и на ней не было ни заболеваний, ничего. А там уже речь шла о вирусных заболеваниях. Серж, я скажу, что некорректно это сравнение абсолютно. Нельзя сравнивать, при чём тут прямой посев, если там пшеница была по пшенице посеяна, это должно было случиться, оно и случилось. Вы знаете, как бы, предысторию этого поля, которое там застряло? Я вам говорю, при прочих равных условиях, по одному предшественнику... Что значит при прочих, как могут быть условия равные, если мы здесь солому оставляем, а то здесь заделываем? Я же вам говорю, что прямой посев это тоже не панацея от всего. Я же вам просто привожу пример. Когда на определённом участке, там в радиусе километра полтора, посевы произведённые по классической, уже теперь классической технологии, назвать её можно или нет, по поверхностной обработке, и проведённым прямым посевом, пострадал именно прямой посев. То есть... Это конкретный участок, это не для всей территории, он был конкретный участок, где проблема была, но честно говоря, до конца с этой проблемой не разобрались. Он не мог не пострадать, если это был, да, если это был посев колоссовым, по колоссовым он не мог не пострадать на прямом посеве. Если мы эту проблему при классике нивелируем, мы её заделываем, разлагаем, то на прямом посеве всё остаётся сверху, всё это перейдёт на последующую культуру. Скажите, пожалуйста, вот ваша структура севооборота. Вот вы говорите о том, что у вас нет азимы-поазимы, и у вас подсолнечник как бы удалён по севообороту. А какие ещё культуры вы выращиваете? Выращиваем азимую пшеницу, азимый ячмень, подсолнечник, кукурузу, лён и горох.